Конечно, проектные названия были совсем другие у этих станций, затем все это поменяли и приняли решение назвать именно так, как они называются сейчас. Центр акушерства гинекологии и генетологии имени Кулакова. Улица Миклуха-Маклая. Юго-Запад Москвы, границы районов Коньково и Обручевский. То есть эта станция находится между Ленинским проспектом и профсоюзной пультю. Это движение идет в зоне теплого стана. Но тут можно поехать, в отличие от Новаторской, в обоих направлениях, с Гома Новаторской и Гома Дюльчевской. Вот окружение. Юго-Западный лесопарк рядом. Немного высших учебных заведений на юго-западе Москвы. Так, куда еще прохода нет. Возможно, будут выходы когда-то. Вот пока немного выходов доступно. То, что я и говорил, что бывает такое. Когда автобусы и маршруты поменяются, появится новая остановка у наземного транспорта, связанная с новой станцией ветро. Такое тут разноцветное оборудование. Ахаха, вот как раз то, что может встретиться, особенно после открытия новых станций. Всего один выход. Вариантов здесь больше нет. Это мой родной район. Я родился в этом районе. В начале 2021 года я показывал. Была поездка на машине, там уже строили это метро. И вот спустя почти четверть века в эти районы пришли станции метро. А именно рядом с центром кушерской гинекологии. Сейчас я покажу, когда пойду на улицу. До сегодняшнего дня метро здесь в непосредственной близости не было. В ближайшем станции это были Коньково, Теплый Стан, Инноваторское на Большом Кольце. Но все это было достаточно далеко. Чтобы прям было очень быстро дойти пешком, такого не было. Так, такая станция, лифт к выходу. А наверх эскалатор работает? То есть наверх эскалаторы пока не работают. Вот такая станция, все-таки запустили эскалаторы. Наконец-то такое панно красивое окрашает вестибюль. Меняются маршруты в Коньково автобусов. Такое длинное название в этой станции метро могли просто назвать. В ДНХ есть номер РУДН. А у кого, кстати, еще такое управление? Красиво, потому что эти станции, они от центра вздалены. Здесь таких мало выдающихся шедевров в центре Москвы. Почти каждая станция это шедевр архитектуры. Для подозрительных людей, предметов и забытых вещах, сообщайте сотрудникам полиции... Географичный университет имени Арджиникидзе еще рядом здесь. И через холодную экстренного вызова. Как красиво. Согласен. Получается, что я иду против потока, то есть на выход тут желающих нет. Но хотелось бы выходить можно, потому что других вариантов тут тоже нет. Географичный сезон. Благодаря. В Конец. В Киеве, в Киеве кто-то любит эту шкину? В Киеве. В Киеве. В Киеве в Киеве. МУЗЫКАЛЬНАЯ. В Киеве. Юго-запад Москвы, граница районов Коньково и Обручевский. Такой выход здесь, палящее солнце, ни одного облака нет. А вот там центр акушерства и гинекологии находится, там после этого дома, там видит такой белый торец здания, такое здание достаточно длинное, улица Академика Опарина, 4. Может там еще со временем выход из этой станции появится, ближе туда, хотя бы в середину улицы Академика Опарина, ближе к улице Островитянова. А вот относительно его единственный выход со станции метро Университет Дружбы Народов. Ну, в принципе, это достаточно близко, меньше чем полкилометра можно дойти. Но все равно так близко здесь метро до сегодняшнего дня не было.